МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько человек погибли в результате авиаудара США по Сирии и Вашингтон-Пост. Арцахское рукописное искусство будет представлено в Матэ-на-Даране. Дом-музей Спинделяна проведет фотоконкурс к 150-летию композитора. На шоссе Ван-Хакари в Западной Армении сошла лавина. Несколько машин чудом избежали катастрофы. Дорожные службы заявили, что в результате схода лавины жертв и раненых нет. Десятки машин ждут открытия дороги на перевал Гузельдере, который находится на высоте 2730 метров над шоссе Ван-Хакари. Аисты или вестники весны преждевременно вернулись в провинцию Карс в Западной Армении, чтобы устроить свои заснеженные гнезда. То, что аисты свили гнездо на белом снежном покрове, удивило местных жителей. Аисты в этом году прилетели в Карс очень рано. Сначала аисты расчистили снег, потом начали готовиться к постройке гнезда. Позже аисты стали искать пропитание, что не так просто из-за холодной погоды. В сервис-центре Ахалкиалаки будет один или два новых мусоровоза. Для покупки одного из местного бюджета выделено 280 тысяч лари. Однако возможно, что для покупки второго мусоровоза средства будут выделены со стороны Японии. В Ахалкиалакском муниципалитете всегда актуальна проблема вывоза мусора. Сельчане не знают, куда сбрасывать мусор. Они сбрасывают его в лесу, на крайних сел или же прямо в селе, создавая искусственные свалки. Однако, как сообщили в сервис-центре, данная проблема в скором времени будет решена. На данном этапе тендер для приобретения 200 мусорных урн уже состоялся. Для покупки мусоровоза из бюджета Ахалкиалакского муниципалитета выделено 280 тысяч лари. По словам директора сервис-центра Ахалкиалаки Армена Бичахчана, после приобретения мусоровоза в селах проблема мусора будет решена. 25 февраля находящийся с рабочим визитом в Ереване министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян встретился с министром иностранных дел Республики Армении Арай Вазяном. Об этом Армен Пресс сообщили в МИД Арцаха. Стороны коснулись урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ и связанных с ним процессов, а также геополитических развитий в регионе. Министры обсудили также гуманитарные вопросы. Была подчеркнута необходимость скорейшего возвращения на родину всех военнопленных и заложников, которые находятся на азербайджанской стороне и указаны на недопустимость шагов, препятствующих этому процессу. Несколько человек погибли в результате авиаудара США по объектам проиранского ополчения. В Сирии у иракской границы сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации. Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. В Матенадаране именем Месропа Маштоца 3 марта откроется выставка арцахских рукописей, перевезенных в Армению из научно-культурного центра Матенадаран-Ганзасар, на которой будут представлены рукописи центров письменности Арцаха, Амараса, Ганзасара, монастыря Апостола Егеше, Гатчата Ванка, Хадаванка, Дадиванка и Шуши. Как сообщает Армен Пресс, кроме рукописей, перевезенных из Армении, посетители ознакомятся и со старопечатными книгами, которые были изданы в Шуши и с архивными документами. Всего около восьми десятков экспонатов. Экспозиция временная, при наличии соответствующих условий она будет возвращена в Арцах. В рамках празднования 150-летия композитора Дум музея Александра Спендеряна проводит фотоконкурс «Ереванские этюды». Ереван на протяжении многих лет был источником вдохновения для многих художников. В 1925 году Спендерян написал свое симфоническое произведение «Ереванские этюды», вдохновленное ереванскими сценами, и посвятил его первому ереванскому симфоническому оркестру. Как сообщает Армен Пресс, цель конкурса – возможность по-новому интерпретировать сцены Еревана. В конкурсе могут принять участие все желающие без возрастных ограничений. Фотографии должны быть, были сделаны в Ереване в последние пять лет. Фотографии могут быть архитектурными или уличными. Фотографии, отобранные жюри по результатам голосования, примут участие в выставке. Три фотографии будут отмечены призами. Фотографии следует присылать на адрес a.spenderian150sobako.gmail.com, указав в теме письма «Ереванские этюды». Фотографии необходимо подавать с 15 февраля по 1 апреля. До сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Маракат Еркчахумб. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok